Сегодня мы расскажем про кашпо с фитильным поливом. Многие цветоводы дома устраивают фитильный полив самостоятельно. Для этого они берут горшок или любую емкость, наливают воды и устанавливают горшок с цветком. Многие говорят, что фитильный полив подходит только для фиалок, но горшки с фитильным поливом также подходят для многих растений, такие как герберы, драцены, луковичные растения, налины, цикламены, суккулентные растения. Также в эти горшки, в принципе, можно сажать любые растения. Горшки с фитильным поливом удобны тем, что можно оставить растения на две недели и уехать в отпуск, забыв о поливе. Поговорим об устройстве горшка с фитильным поливом. Это непосредственно емкость, когда наливается вода, горшок для растения с грунтом и шнур. Таким образом, растение тянет влагу снизу и поливает себя самостоятельно. Заметим, что дренаж для такого горшка не требуется. Таким образом, завести шнурок или фитиль. Его можно вывести из одного отверстия и вставить в другое. Получаем два шнурка для питания цветка влагой. Нужно в конце оставить только один хвостик шнура и уложить его кольцом по низу. А можно завязать небольшой узелок и оставить его в одном отверстии. Вот таким образом. Первый раз наливаем столько воды, чтобы дно горшка было немного опущено для полного промокания грунта и шнура. После двух часов слейте воду и оставьте цветок для полного высыхания. Повторяем процедуру несколько раз. В качестве фитиля можно использовать подручные материалы в домашних условиях. Например, хозяйственные шнуры, шнуры для макраме, акриловую пряжу в толщину 1-1,5 мм, обувную нитку. Как посадить цветок в кашпо с автополивом? Берем грунт, насыпаем немного на дно, далее прокладываем шнур. Берем снова грунт и цветок, который собираемся посадить. Пересаживаем туда, только я это сделать сейчас не буду. Наливаем в емкость воды, оставляем длину шнура, достаточную для питания. Устанавливаем. Все готово. Какие преимущества у таких кашпо с фитильным поливом? Вы исключаете возможность перелива или недостатка влаги у ваших цветов. Не происходит никаких перепадов, то есть стрессовых ситуаций для растений. Происходит равномерное увлажнение. В растении быстрее раскрываются цветочные бутоны. То есть вся энергия будет направлена на цветение, а не на формировании зеленой массы. Самое главное это удобство. Вы можете спокойно уехать в отпуск и забыть о поливе, и вам не придется просить соседей. Сегодня мы поговорили про горшки с фитильным поливом, а в предыдущих роликах мы давали информацию про кашпо с автополивом, что тоже очень удобно, практично для любого цветовода. Смотрите наши видео на нашем канале. До новых встреч!